Давайте, раз вы все так помнили, давайте другой вопрос. Вот пусть имеются две точки, скажем, на расстоянии 5 километров. А где, ну, пусть это будут две деревни, где будут нарисовать множество ключевых? Для таких, которые расстояние до ближайшей деревни не больше трех километров. Мы хотим поставить палатку в лесу вот так, чтобы расстояние до ближайшей деревни было не больше трех километров. А также, чтобы расстояние до любой деревни было не больше трех километров. Можете вы нарисовать? Пусть каждый сейчас, но не надо всем показывать, нарисуйте у себя на тетрадке, я бы смогу. Значит, это пять километров расстояние. So, we have two points, A and B, and we want to draw the set of all points S, such that the distance to the closest point, A and B, is less than three километров. And the other question, the distance to any two points, each of the points, A and B, is less than three километров. So, you should draw something in your notebook, and then show me. На этом есть возле из одна деревни. Где находятся точки, на которой расстояние до нее ровно три километра? На окружности. Это окружность, которая проходит вот здесь. А где-то, три-крата. Получается вот такая окружность. Значит, расстояние до А не больше, значит, здесь равно три километра, а здесь не больше, здесь внутри меньше три километра, поснаружи больше. Значит, вот это точки Си, где расстояние до А не больше трех километров. А отдельно мы рисуем точек, где расстояние до А не больше трех километров. Что это будет? Это будет, ну, нарисуйте, наверное, на окружности. Нарисуйте, здесь что-то было понятно. Ну, обычно школьники очень плохо рисуют окружность. Нет, но что делать? Я тоже вот старую. Да, расстояние до А не больше трех километров. Да, вот так, и надо как-то, значит, нарисовать какого-то размера окружности. Ну, будем считать, что это окружность. И можно как-то отметить, что вот здесь зеленый будет, а расстояние не больше, довольно не больше трех километров. Теперь, как реальность сказать, где расстояние до ближайшей деревни не больше трех километров. Это что будет за точек? То есть нам нужно, чтобы мы идем в той деревню, которая ближе. И нам нужно, чтобы это было не больше трех километров. И не только. Вот если мы находимся здесь, то ближайшая деревня для нас А, и расстояние меньше трех километров. То есть нам достаточно, чтобы одно из этих двух расстояний было не больше трех километров. А, и расстояние до любую деревню не больше трех километров, а расстояние до любую деревню не больше трех километров. То есть нам нужно, чтобы и до А, и до В было не больше трех километров. Это где вы делаете? А вы имеете в виду пересечения двух кругов? То есть нам нужно, чтобы вы упали и в этот круг. А, и в этот круг. Значит, это будет вот такая вот область пересечения двух кругов. Пересечения двух кругов на окружности пересечения двух кругов. Пересечения двух кругов. Ну что, понятно? Понятно, наверное, да? Тут есть такая еще логическая терминология. Расстояние до ближайшей деревни может меньше трех километров. Можно и назвать еще так. Расстояние до А меньше трех километров. А расстояние до А меньше трех километров. И вот дальше. Или. Или расстояние до В меньше трех километров. Нам достаточно, чтобы в одном из двух расстояния было меньше двух километров. А если мы хотим написать, что расстояние до любой деревни, что расстояние до «а» меньше трех и расстояние до «а». Итак, в английском это «ор» и это «энд». «А» и «б». А и «б». «А» и «б». «А» и «б» – это «связь». «А» и «б». А «когда» вы говорите, как сказать, «когда» и «б». Когда? Когда Blue. Не, не, а тут ничего не понятно. Не, не, а это два утверждения. А и «б». Когда каждая из них верна, как сказать по-английски? Then everyone is true. Each one. Or if there are only two, there is an English plural. Both A and B are true. Both of them are open. And A or B is true. If and only if. How do you say it in English? If and only if. No, this is if and only if. When only one of them is true. Not only, at least one. At least one? At least это как минимум. At least. At least. Хотя бы. At least one. At least. At least. то есть то есть а и и и это и 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 Когда мы говорим, что А и Б, мы имеем в виду, что both of them are false. И это только одно заявление, айвэль, это утверждение, айвэль. Мы говорим, что А и Б, они являются false, если и только если. Когда А и Б, они являются false. Когда both А и Б, А и Б, они являются false. Вы уверены, кто знает, что А и Б, они являются false. Утверждение А и Б, когда оба утверждения А и Б, когда А ложные и когда Б, они являются false. Утверждение А и Б ложные, а когда одно из утверждений А и Б, они являются false. Ну и давайте еще опять, чтобы не пропустить последние слова. The statement, the statement, A or B, is false. When? Say it in English. When what? Wait a minute. Let's try somebody else. When? 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 Когда ты говоришь, что они оба? Оба утверждения. Когда ты говоришь, что они оба утверждения? В английском языке. Парбиски, вы говорите, что они говорят, что они говорят. The question is, кто знает английский, а? Yeah. Let's say it. The statement, A or B, is false. When? Both, A and B, are false. Both. Yes. No. When both, that's A. Ah? Оба. Both, A and B, are false. Если кто-то говорит, что он там, он либо там умный, либо красивый, то значит неверно, когда он отборевянный, грубый и красивый. Окей. So, after this logic of training, we can go to geometry.